Привет, сообщество! Сегодня на канале заточный материал. Будем затачивать шеф-нож производства компании Miyabi. Серия Miyabi Black со сталью MC66, на твердости в 66-67 единиц по шкале Роквилла. Обзор серии Miyabi 5000 MCD67, ну или Miyabi Black, на канале был. Точно так же был и тест ножа. И ссылка на этот материал будет в описании. Сегодня мы будем затачивать поварской нож с длиной клинка в 20 сантиметров и работать будем на заточной системе Profil K03 Pro. И Miyabi Black это, вне всяких сомнений, выдающийся нож. Японский серийный топ-сегмент и на заточку он попал сразу по нескольким причинам. Любопытно, но его режущие свойства в список этих причин не входят. Вот так нож режет после полутора лет работы. Здесь, конечно же, нужно пояснить. Нож у меня уже полтора года, но он не работает каждый день. У меня есть небольшая коллекция шефов и есть ротация. И нет ножа, который бы работал реально каждый день. Вместе с тем, работа у ножа была и работы было много. Меня обережет абсолютно нормально и заточки не требует. Но тогда почему этот материал вообще увидел свет? Во-первых, впереди нас ждет материал о сравнении трех точилок. Если Cadet Pro уже обильно поработал на канале, Blitz Pro тоже работал и также получил свой обзор, то именно Pro версия K03 пока еще, что называется, в кадре была недостаточно. А сегодня как раз тот случай, когда будет наглядно понятно, почему и Cadet и Blitz это не совсем, чтобы конкуренты профилю K03 Pro. Во-вторых, сегодня будет необычный сетап абразивов, необычный и по сочетанию, и по очередности использования. Сегодня, например, будет работать притир из кожи козы. И об этом мы будем говорить подробнее через несколько минут. В-третьих, в том же самом материале про выбор единственного шефа в комментариях писали, ну, дескать, Miyabi на борту имеет бешеную сталь и она крошится. Крошится ли она и как это выглядит, мы тоже посмотрим и обсудим, откуда такая проблема вообще может вырасти. В-четвертых, Miyabi Black, хоть и японский топ-уровень, серия востребованная. И запрос на его заточку ко мне поступает регулярно. И, наконец, в-пятых, вот так, повторюсь, нож режет после нормальной эксплуатации заточки, в процессе работы он не видел. Правка на рубиновом мусате это, что называется, рутина для Miyabi Black. К чему я веду? Вот если мы будем ждать момента, когда этот нож будет оправданно точить, то, боюсь, этот материал выйдет лет через десять. Ну, если вообще выйдет. Изначально конфигурация подводов на ноже предполагает некое подобие асимметрии с завода. Ну, то есть один подвод ощутимо шире другого. Японские ножи выглядят именно так очень и очень часто. При этом у Miyabi есть серии с асимметричными спусками. И там такая заточка имеет хоть какое-то обоснование. Здесь же, на серии Black, асимметрия, на мой взгляд, особой ценности не имеет. Поэтому при заточке я не буду стараться ее сохранять, но и устранять полностью тоже не буду. Симметрия подводов задается очевидным способом. Мы дольше работаем на одной стороне и меньше на другой. И опять же очевидно, что при таком подходе металла с ножа будет снято много. А нож хороший, нож ценный и в пустую расходовать металл нет никакого смысла. Перед вами состояние режущей кромки ножа перед заточкой. В целом все очень и очень прилично. Есть небольшие участки микровыкрашивания. Повреждения располагаются именно там, где и должны, в районе пятки. Участок в районе пяты клинка, пожалуй, единственный на всей режущей кромке испытывает ударные нагрузки. Именно пятка продавливает рыбные кости, и почти все силовое приходится именно сюда. И на режущей кромке неплохо видна структура подвода, видно качество заводской заточки. Если вы впервые видите что-то подобное, то знайте, вот все серийные ножи выглядят именно так. Где-то подвод будет тоньше, угол будет чуть побольше, а где-то наоборот, но общая картина будет именно такой. Серийное производство имеет свои ограничения. Помимо основного подвода виден и вторичный подвод, но это не совсем заточный подвод в чистом виде. Это скорее такой угол облома заусенца при заводской заточке, и также видна работа рубинового мусата. И вывод из этой картин очень простой. Сталь МС-66 отработала на моем ноже очень и очень хорошо. И да, сталь МС-66 это суперсталь, и это непростой во вслужении металл. Но в моем случае качество клинка на высоком уровне. Фиксация ножа в точилке вполне стандартная, а вот абразивы нестандартные, и они сегодня следующие. Это алмазные бруски Веневского завода с зернистостью 50-20 и 3 микрона. Последние два на связке АСБ. Это абразивы на Нива-Про с зернистостью 1000, 5000 и 10000 грит. И алмазная паста 1 микрон на притере из кожи. Причем работать все абразивы будут именно в такой последовательности. Сначала веневские алмазы, потом на Нива, потом притер. МС-66 это суперсталь, и в теории на Нива-Про может с ней справиться. Но все-таки это суперсталь, и алмазы будут быстрее. Но главная причина выбора веневских алмазов интереснее. Давайте с вами внимательно посмотрим, как выглядит режущая кромка ножа в районе пятки. С одной стороны мы видим небольшую, но заметную ямку, своего рода утолщение подвода. И почти то же самое видим с другой стороны. Вот это так называемый поцелуй японского заточника. На заводе японские ножи в 99 из 100 случаев будут точиться на среднеоборотистом алмазном круге. Специфическая такая алмазная чашка на стероидах. Станок очень производительный и довольно толковый. Там и широкая плоскость соприкосновения абразива с ножом, и капельная подача СОЖ. Повторюсь, это хороший производительный станок. И вот подобное утолщение на подводе чаще всего появляется именно в момент касания абразива. Это крайне характерный отпечаток именно японской заводской заточки. И чаще всего с этим нет вообще никаких проблем. Но иногда такое утолщение может спровоцировать появление С-образной ревущей кромки. Для японских ножей, традиционно тонко сведенных, С-образная ревущая кромка – это, пожалуй, самая распространенная проблема новичка. Мияби Блэк не рекордсмен по сведению, но даже у него сведение будет в районе 0,35 мм. Так вот, грубые абразивы Шептон, абразивы Нанива обладают высокой производительностью. При этом абразивы довольно узкие – 22-25 мм. Если не рассчитать давление, не рассчитать направление движения, то создать рекурву будет проще простого. Повышенная мощность таких абразивов, вкупе с малой площадью контакта, снимает металла больше в точке самого высокого давления. Получается С-образная ревущая кромка. А она нам совершенно не нужна. Вот поэтому сегодня веневские алмазы. И не самые обычные веневские алмазы. Сегодня я работаю с абразивами шириной в 35 мм. У них выше площадь контакта и больше собственный вес. И за счет этого ты автоматически начинаешь работать аккуратнее. И именно поэтому сегодня профиль К-03 ПРО. Кадеты или Блиц не способны работать с абразивами в размере 200 на 35 мм. И вы можете сказать, ну, вообще-то, как бы, достаточно просто аккуратно работать – не будет проблем. И да, вы будете правы. Но если есть возможность обойти потенциальный устрый угол, то почему, собственно, этого не сделать? Почему веневские алмазы мы разобрались? А теперь давайте попробуем разобраться, почему такой прыжок в самом конце. Почему после 20 микрон идет 3 микрона, а не 10 или 7 микрон? И забегая вперед, вполне возможно, имело смысл поставить или 10 или 7 микрон. Но веневские алмазы сегодня, по сути, не доходят даже до середины заточки. Это все-таки алмазы, и работают они несколько более грубо, чем хотелось бы. Ну, то есть сегодня 3 микрона – это часть работы по обдирке, это часть формирования подвода. Фактически, сегодня на Мияби Блэк 3 микрона работают с заусенцем после 50-20 микрон. И это сегодня основная задача тонкого алмаза. На Нива Про и веневские алмазы работают очень по-разному, и переход от 20 микрон веневского алмаза к тысячной на Ниве чреват проблемами для последнего. Но поэтому появляются 3 микрона, как некий посредник между двумя типами абразивов. И дальше работа уже идет значительно понятнее. На Нива 1000, 5000, 10 тысяч и после притир на 1 микрон. И давайте разберемся с каждым этапом через анализ макроуровня подвода после работы абразива. 50 микрон. Картина ровная, рисунок абразива ожидаемо довольно грубый, но вот что здесь важно. После 50 микрон видно, что заводской рисунок грубее, и это очень хороший знак. Все-таки при заточке серьезных сталей будет неплохо, если самый грубый абразив, что называется, останется на заводе, и вы уже будете работать более спокойным зерном. 20 микрон. Общий вид уже начинает немножко с зеркалей, но на макроуровне зеркало еще даже не в проекте. Картинка вполне себе ровная, но видно, что 50 микрон создает визуально более однородную структуру риски. В реальности это, конечно же, не так. Однородности на 50 микронах быть не может. И нам это важно для понимания ограничений подобных методов оценки. Грубо говоря, видеть-то мы видим, а как нам увиденное правильно интерпретировать и возможно ли это вообще. Правильно понять, что мы видим через макрообъектив или тем более микроскоп. Переход от 50 к 20 микронам хорошо показывает, что даже неплохой уровень техники для визуального контроля не даст ясности, более того, может вести в заблуждение. Поэтому для новичка контроль через обычную лупу и работа с бликами более наглядна и более полезна, чем макроуровень или микроскопия. Три микрона. И здесь уже зеркало в полный рост, и его проявления неплохо видны, в том числе и на макроуровне. Но картинка в целом вызывает вопросы. И очевидно, если нам нужно заканчивать на трех микронах и дальше идти на притиры, нам нужно работать плотнее на более ранних этапах. На Нива 1000 грит. На макроуровне практически не видно, но в обычной человеческой перспективе зеркалирование довольно высоко. И это показывает, что на Нива на стали MC66 хоть и работает, но работает на пределе. На Нива 5000 грит. Здесь в полный рост начинает проявляться разница в качестве поверхности алмазов и на Нивы ПРО. Вот именно поэтому выбран такой сетап абразивов. Да, сделать все алмазами будет и быстрее, и проще, но тем более, что речь идет про суперсталь. Но вы четко видите, насколько отличается однородность подвода при работе оксида алюминия. И я сразу отвечу на вопрос, а насколько целесообразно точить на Нивы хорошо оттермиченную 125-ку М398 и же с ними. И если речь идет о качественном ТО, когда 65 единиц и все такое и выше, вот в таком случае не целесообразно. Фокус, позволяющий хоть как-то давать результат на MC66, это по сути ванадий. В составе MC66 и ТП189, Каури Х нет карбидов ванадия. А в 125-ке или М398 они есть, и получить результат на таких сталях с помощью оксида алюминия будет сложно. На Нива 10000. И здесь в полный рост уже зеркало. Качество подвода на совершенно ином уровне по сравнению с тремя микронами алмазов. И что любопытно, на Нива 10000 и 3 на 2 микрона это номинально ну плюс-минус одно и то же. Вот только на практике вы видите, насколько это разное. Однако видны заметные борозды, царапины и поверхность подвода не идеально зеркальна. Почему так? Давайте начнем с точки обзора. Макрокартинка получена с помощью полнокадровой цифровой камеры в режиме Super 35 и макрообъектива с установленными диоптрийными линзами. А уже на программном уровне картинка прошла через фильтр Super Resolution Photoshop. Грубо говоря, получить большее увеличение с нормальным качеством будет нереально без специальных приспособлений типа макро рельс или подобного. У меня есть очень неплохой микроскоп PIK. Микроскоп стократный и, казалось бы, а почему не взять его? Потому что на нем уже будет немного другая проблема. На нем будет проблема с глубиной резкости изображаемого пространства. На таком микроскопе вы банально не сможете увидеть в фокусе весь подвод. Это просто физика. С другой стороны, когда мы смотрим на картинку, что называется, с человеческих глаз, вот так вот, то все вполне зеркально, все красиво. Конечно, все эти борозды на месте и их теоретически видно, если знать куда и под каким углом смотреть. Но в целом, это то, что принято считать зеркалом. Но они же есть, эти царапины. И если они есть, то откуда они взялись и что с ними делать? И вариантов здесь может быть несколько. Во-первых, как вариант, эти проблемы создала сама на Ниве 10000. Абразив схватил загрязнение, получились такие борозды. Возможно? Возможно, но маловероятно. Если же все-таки проблема в абразиве, то его несложно почистить на собственном зерне и вернуться на пару абразивов назад. Повторить цикл и проблемы уже не будет. Но повторюсь, это маловероятно. Во-вторых, это может быть наследством с завода. На Ниве 10000 это тонкий и относительно твердый абразив. Работает он точно и очень хорошо проявляет именно такие проблемы. Решается, опять же, более плотной работой на ранних этапах. В-третьих, как вариант, царапины – это работа алмаза. Ну, то есть последствия 50 микрон алмазного абразива. Я напомню, стандарты абразивов предполагают наличие довольно крупных фракций в составе бруска помимо основной фракции. То есть в составе 50 микронного бруска, скорее всего, будут зерна и в 60, и в 80, и, возможно, в 100 микрон. Алмаз при работе не разрушается, в отличие от оксида алюминия, и отсюда более глубокие последствия. Именно поэтому за все время существования моего канала, за все имеющиеся заточные видео, вы ни разу не видели, чтобы я использовал алмазы в 200 микрон. Очень часто использование таких абразивов создает проблемы намного серьезнее тех, что устранялись, и именно это использование сверхгрубых абразивов приводит в итоге к выкрашиванию. Такие абразивы, как 120-й Барайт или 120-й Шептон, производители рекомендуют использовать только в исключительных случаях. А это ведь от силы 100-120 микрон, и это оксид алюминия, который намного мягче алмаза. И отсюда практический совет. Если касаемся японских кухонных ножей, 50 микрон – это крайний номер для старта. 40 или 20 лучше, особенно если нет серьезной работы по съему металла. И как решать эту проблему, если причина – алмазный абразив? Но есть по сути три пути решения. Первый – это спускаться ниже, второй – работать пастами, а третий – ничего не делать. Первый способ – спускаться ниже вплоть до 20 микрон алмаза, ну то есть фактически мы исключаем грубое зерно и возможно добавляем еще, например, 10 или 7 микрон. Это долго и скорее всего это единственный правильный путь. Путь номер два – существенно увеличить количество притиров. В моем изначальном плане использовать только один притир на 1 микрон, использовать кожу, конкретно кожу козы. Кожа козы по ощущениям плотнее коровы, но менее плотная, чем кенгуру, и ее фактура отличается и от кенгуру, и от коровы. Собственно, именно поэтому они существуют разные от разных зверей. Разная фактура кожи, разная плотность дает разный результат. Мой план – это один притир, но если мы хотим убрать царапины, нам нужно подняться вплоть до 10 микрон на притирах. Скорее всего это будет набор 10, 7,3 микрона, то есть три притира. И суть здесь в следующем. Алмазная паста не убирает царапины в полном смысле этого слова. Алмазная паста делает царапины менее заметными. Мы видим царапины именно потому, что твердый и точный абразив на Нива 10 тысяч хорошо эти царапины проявляет. Как бы делает ребра царапин более резкими. Они лучше и более концентрированно отражают свет. И мы начинаем видеть их отчетливо. Паста работает иначе. Она наоборот смягчает ребра, делает отражение света более хаотичным, рассеянным что ли. И здесь я могу ошибаться в точности формулировок, но по итогу поверхность подвода после пасты становится визуально более однородной. И вы спросите, а почему тогда вообще не использовать пасты везде? Это же круто! Ну потому что пасты сглаживают не только ребра царапин, а грессия резчей кромки это тоже по сути ребро в том или ином виде. И зеркало, знаете ли, зеркалу рознь. Естественно, есть масса нюансов. Притиры бывают разными, пасты бывают разные. Подготовка к финишу тоже отличается, как и сам металл. В моем случае использование одного микрона на коже преследует именно такую цель. Немного слегка снизить агрессию резчей кромки. Агрессия резчей кромки это всегда своего рода обнаженные края. Это такие зубья, которые вгрызаются в материал. И это хорошо, но в меру. Один микрон на коже должен по задумке эти зубья немножечко так скруглить. При этом снизится не только агрессия реза, но в свою очередь увеличится стойкость. А почему именно кожа? Потому что кожа фактурой и плотностью идеально подходит под эту задачу. И потому что этот притир, эта кожа, это притир одного ножа, ну точнее одной серии ножей. При будущих заточках Miyabi Black на финише будет именно этот притир. И ни для каких других ножей этот притир использоваться не будет. Итоговый угол заточки 29 полных градусов. Такой угол был выбран исходя из последующего обслуживания. Вероятнее всего я продолжу использовать рубиновый мусат или триангл спайдерка на стержнях ультрафайн. 29 полных дадут выбор править на 30 или сразу идти на 40. Для MC66 по моему опыту связка в 26-30 полных на основном подводе и 40 градусов микроподвода это вполне рабочее решение. Сейчас я предлагаю вам посмотреть, как по итогу нож режет. Я замечу, это не просто ударный рез газеты, это рез газеты. в четырех местах. А последний рез вовсе не ударный. Это на тему снижения агрессии реза, если вдруг вам показалось, что нож не будет острым. Будет. Куда он денется? И вот такой сегодня получился материал. Если он вам понравился или был полезен, поставьте пожалуйста видео лайк, подпишитесь на канал. А на сегодня все. Спасибо вам друзья за просмотр. До новых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok